Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, как вы думаете, как выглядит енот? Правильно, это толстяк, постоянно полоскающий свою еду в воде. О нем есть ролик в плейлисте «Не хищники», как и о втором, не самом типичном еноте на сухе. Но подождите радоваться, ибо с семейством енотов не все так просто. Встречайте кинкажу или фото – хищное млекопитающее из семейства енотовых, единственное в своем роде. Предварительно хочу обратить ваше внимание, что в дальнейшем буду использовать кадры с домашним кинкажу, любезно предоставленные каналом Zoo. Братья и Рыси. Прошу любить и жаловать. Вообще домашний кинкажу – это совсем не экзотика. В Южной Америке от Мексики и до Бразилии многие люди содержат пото, как обычных домашних питомцев. Для бразильцев они настолько привычны, что их ассоциируют со своего рода элементом быта, как мы наших мурок и барсиков. Кинкажу прекрасно приручаются. Это великолепные и доброжелательные животинки. Они обычно не создают никаких проблем в своем содержании. Итак, как вы уже поняли, прописаны кинкажу в Центральной и Южной Америке. Животинка выглядит довольно странно, потому что непонятно, к какому виду его отнести. Отчасти пота напоминает обезьянку. Кто-то видит в нем енота или даже медведя. Кстати, на родине кинкажу прозвали цветочным медведем за их любовь к сладким фруктам и меду. Кинкажу размером с маленькую кошку. Он обладает округлой головой, круглыми и широко расставленными ушами, очень цепким хвостом, помогающим представителям вида прямо перелетать с ветки на ветку. Этим как раз кинкажу и напоминают обезьян. А короткая мордочка с большими глазами и формой немного напоминает медвежью. Густой бархатистый мех, сверху рыжевато-бурый, снизу рыжевато-желтый. Морда темно-бурая или черноватая. От остальных видов семейства енотовых кинкажу отличается одноцветным хвостом, чуть более темным, чем окраска остального меха. Отдельно можно сказать, что мало кто из животных имеет настоящую плюшевую шерсть. У кинкажу он очень густой, плотный, мягкий и 5-мм. Наградили его таким пальто, чтобы оно не промокало, и животное было защищено от болючих укусов пчёл. Кинкажу проводят свою жизнь на деревьях. Днём они скрываются в дуплах, а ночью поодиночке или парами направляются по ветвям деревьев на кормёжку, демонстрируя быстроту и ловкость движений. Они обладают очень цепкими лапами и руками и длинным, ухватистым хвостом, которым удерживаются за ветки. Они могут даже висеть только на хвосте, занимаясь какими-то своими делами при помощи конечностей, например, срывая лакомись растущими рядом плодами. Редкое природное устройство ступней цветочных мишек позволяет им без проблем разворачивать их на 180 градусов и беспрепятственно передвигаться по деревьям. У кинкажу во рту, на шее и в районе живота имеются маркерные запаховые железы, при помощи которых они метят территорию и оставляют след на пройденном маршруте. У самок кинкажу также имеется пара молочных желез, расположенных выше живота. Именно поэтому кинкажу ориентируется в лесу не только благодаря глазам, но и благодаря следам, которые оставляют их маркерные запаховые железы, отмечающие территорию и пройденный маршрут. Хвостик кинкажу служит в качестве балансира и пятой лапы. И, наконец, это теплое одеяло, которым мишки укрывают себя во время сна. Словом, универсальный инструмент на все случаи жизни. Питается кинкажу главным образом фруктами, нектаром и медом. И для этого у них есть специальное приспособление. Очень тонкий и длинный язык, достигающий в длину 12 и более сантиметров. При помощи него кинкажу способны проникать за лакомством в цветы различных видов на любую глубину, либо в пчелиные ульи, откуда они высасывают мед. Сладости – это их главные вкусняшки. Хотя на самом деле кинкажу всеядны и не побрезгуют насекомыми, лягушками, ящерицами, птичьими яйцами и мелкими животными типа мышь. Кинкажу – это социальные животинки, в отличие, например, от енота-полоскуна. К тому же они, как правило, моногамны. Семья включает в себя несколько особей – двух самцов и несколько самок, подросших мишуток и совсем малышей. У пары складываются весьма нежные отношения. Кинкажу свойственно ухаживать и заботиться друг о друге. Зверьки вместе отдыхают, но на охоту ходят каждый сам по себе. По достижению самки трёхлетнего возраста она становится половозрелой и может создать семью. Самец способен к размножению после полутора лет. Найдя подходящего жениха, между влюблёнными происходят брачные игры, а затем мама вынашивает деток около трёх с половиной месяцев. Обычно на свет появляется один цветочный мишка, за редким исключением два. Весят слепыши не больше двухсот граммов. Видеть, детёныши начинают уже через семь дней, а через пять слышать. А когда им исполняется почти два месяца, они прекращают кушать маму и начинают употреблять твёрдую пищу. После полугода их шубка выглядит уже как у взрослых. Такая же шикарная средняя продолжительность жизни кинкажу в естественной среде обитания составляет около 20 лет. В неволе она может достигать 25, а рекордсменом является особь, дожившая до сорока в зоопарке Гананлулу. Естественным врагом енотоподобных медведей в природе являются ягуары, тайра , оцелот, моргай и лиса. К сожалению, на кинкажу охотятся и голые обезьяны, а всё из-за их красивого меха. В некоторых странах к тому же их употребляют в пищу, что весьма прискорбна. Точных сведений о популяции кинкажу не существует. Есть только данные о средней плотности популяции в естественных местах обитания. Обычно она составляет от 10 до 30 кинкажу на квадратный километр. Плота не являются охраняемым и вымирающим видом, и единственной хоть сколько-нибудь значительной угрозой их существованию является вырубка лесов. Несмотря на ночной образ жизни в естественной среде, в неволе кинкажу со временем наполовину переходят на дневной режим, как кошки, привыкая к ритму жизни владельцев. Также одомашненные кинкажу очень любят привлекать внимание хозяев, проходящих мимо, и выпрашивать вкусности, не имея возможности добывать их самостоятельно. Стоит такая милота от 500 долларов. А вы бы завели такое чудо дома? Пишите в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова